Здравствуйте! Сегодня в Сочи начал свою работу 10-й международный инвестиционный форум «Сочи-2011». Ставропольский край на форуме представляют члены регионального правительства, депутаты, представители муниципалитетов и бизнесмены. Возглавляет делегацию губернатор Валерий Гаевский. В этом году край представляет инвесторам 22 проекта на сумму около 250 миллиардов рублей. Основные направления – промышленность, сельское хозяйство, курортно-туристическая сфера и наноиндустрия. Крупнейшие проекты, представленные в экспозиции региона – это создание технопарков «Фармацевтика» и Южного нанотехнологического центра в Ставрополе, а также индустриальных парков в Нью-Намыске, Буденновске, Красногвардейском и Ипатовском районах края. Большое внимание уделено развитию сельского хозяйства. В этой сфере подготовлено 7 инвестпроектов. Среди них строительство сахарного завода, завода по производству семян и комплекса по выращиванию и первичной переработке хлопка, а также проект системы спутникового мониторинга земель сельхозназначения и строительство логистических центров по переработке, хранению и сбыту плодовочной продукции. Общая стоимость проектов превышает 16 млрд рублей. Также в рамках форума власти Ставрополя подпишут ряд соглашений с Корпорацией развития Северного Кавказа, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Нью-Намыской фабрикой, первичной обработкой шерсти и другими организациями. Идем далее. Старейшая и крупнейшая на Северном Кавказе авиакомпания Камминводы Авиа с 1 октября прекращает свою работу. Накануне самолеты компании уже перестали возить пассажиров из Ставрополя минеральных вод в Москву. Прекращение рейсов вызвано реорганизацией фирмы, пояснили в ее руководстве. Активы компании, которая сейчас принадлежит Госкорпорации Ростехнологии, будут переданы Аэрофлоту, а ее рейсы будет выполнять ростовский перевозчик Дон Авиа. По сообщениям информационных агентств, Дон Авиа уже начала перебазировать в аэропорт минеральных вод свои самолеты, а маршрутная сеть ростовского авиаперевозчика полностью дублирует рейсы Камминводы Авиа. В планах компании открытие новых рейсов, например, в Санкт-Петербург и Среднюю Азию. Вскоре к Дон Авиа будет присоединена и компания Саратовской авиалинии. Это позволит Аэрофлоту создать крупнейшего на юге России авиаперевозчика. Но главный вопрос, который остается нерешенным, что будет с сотрудниками Камминводы Авиа. Они боятся, что в новой компании работы им не найдется. И даже написали коллективное письмо президенту России с просьбой защитить предприятие от несанкционированного захвата. Руководство Аэрофлота пообещало трудоустроить всех работников, но как именно, неизвестно. И в заключении курса валют. Евробанки сегодня покупали за 41,20 рубля, а продавали за 42,05. Доллар. Курс покупки 29,95. Продажи 30,75 рубля. Что касается курса валют, установленного Центробанком на завтра, доллар 30,5, евро 41,88. И на сегодня это все бизнес новости. Я прощаюсь с вами и желаю удачи в делах.